Доллар 40, евро 50, Путин 62. Какими только шутками и остротами не отреагировали интернет-ресурсы на день рождения Владимира Путина. 7 октября президенту исполнилось 62 года. День рождения лидера, конечно, не национальный праздник, но жители проявляют живой интерес к этому событию. Ивановские единороссы в одном из торговых центров устроили целую акцию. С картонным лидером можно было сфотографироваться и получить этот снимок тут же совершенно бесплатно. Настроение в рабочий полдень у всех заметно улучшилось. Подшучивать над президентом, как показывает практика, очень даже можно. Только осторожно и политкорректно. Все мы видим и в социальных сетях, и в молодежных таких контактах, когда, конечно, и наш президент на фотографиях в шуточной форме, и в слоганы какие-то. Но они, насколько суточные? Они должны быть корректны и патриотичны. Я думаю, что если это будет корректно и патриотично, это допустимо. Случайные прохожие могли получить и бесплатную футболку. Правда, после короткого художественного этюда. С помощью трафарета и специальной краски на майку необходимо было нанести изображение именинника. Попали просто так, шли и попали. Пришли порисовать, да? Луиза старательно выводит всей стране знакомые черты. Говорит, что майку обязательно будет носить. Пожелания от юной Ивановки очень просты. Терпение, особенность, которая сейчас в ситуации приходит на Украине. Ну, здоровье, конечно. Еще самого лучшего. Сегодня же первый раз взял выходной за 15 лет с моей работы. По сообщениям прессы, свой день рождения президент проведет в Сибирской тайге, в 300 километрах от населенных пунктов. И это неудивительно, что человеку, за которым круглогодично пристально следит весь мир, в свой праздник хочется просто скрыться от посторонних глаз. Елена Белова, Андрей Стемиволков, РТВ Иваново.